Мечтаю увидеть Антонинку Тухлая Сала Геройщенко за челленджем 22 отжимания. Вот, вот просто моя голубая мечта. Неужели Антоша не хочет отжаться в пользу наших доблестных воинов АТО? Очень хочется посмотреть. Но если он, конечно, хоть раз сможет оторвать пузо от пола, остальное, конечно, сфотошопят. Ситуация в правоохранительных органах, особенно расстрел в княжичах после Нового года сразу произошел. Да, все знают, что наши доблестные полицайки и прочие правоохранители махают пистолетиками направо и налево, грабят направо и налево. Он сейчас закрыли прокуроришку, который настолько ошизел, что по пьяни в кабаке стрелял. Так они всегда себя так ведут. Они себя сейчас ведут постоянно. Их просто недостаточно часто ловят. Они полностью отбились от рук и сошли с ума. Это после Майдана? Конечно. Так что чему тут, собственно говоря, удивляться? Майда умные кастрюли, головые твари развалили все, до чего дотянули. Сейчас они полностью давалят еще судебную систему, и кровь замкнется, и лавочка закроется. Так люстрация же была. А как, кстати, проходила люстрация? Выгнали всех, кто не стал покупать себе место. Ну, вернее, свалили самые умные подальше от этого борделиера, особенно судьи. 70% не комплект судей. И понабирали всякое быдло за бабло или на основании личной преданности. Все как обычно. Вон там ряд судей оспорили там свою иллюстрацию. Ну, и все как обычно. Иллюстрация, естественно, признана там незаконной, неконституционной, нарушающей обязательства Украины перед заветом Европы. Ну, все как всегда. Решение европейского суда. Ну, кого ж волнуют такие глупости в нашей Папуасии? Вернее, даже сравнивать нашу страну с Папуасией, это оскорбление для Папуасии. Так опустить белую европейскую страну могли только кастрюли. И самое печальное, что, в принципе, это просто технологии Сороса. Многократно обкатанные. Я уже неоднократно говорила, что, если Геббельс умудрился с культурной, вменяемой немецкой нацией сделать свору садистов, которые делали из человеческой кожи перчатки и абажуры, то что уж с наших регулей-то делать кастрюлеголовый сброд? Всего-то немножко воплей Сороса, капельку денег и вперед из песней. Так что не так уж велика вина, потому что велика сила технологий. И Сорос это показал. Когда эта старая мумия сдохнет, в аду реально объявят технический перерыв. Потому что такое чудовище. Действительно, Земля давно не порождала. Это чудовище мегамасштаба. Столько стран развалить. Ничего. Наши элиты, элитами не являются. Но они занимают это место. Это просто твари, которые ничего кроме бабок перед собой не видят. Элиты это те, кто хоть немножко думает о развитии всего общества. А не только паразитирует за счет общества. Элиты это те, кто понимает, что нельзя быть абсолютно свободным от общества и беспрерывно это общество грабить. Элиты это те, кто понимает, что человек должен что-то вкладывать в общество. А не только у этого общества воровать. Что своих сограждан надо развивать. В них надо инвестировать. А не только загонять их под плинтус. Таких среди наших элит раз-два и обчелся. А это кто? Я воздержусь от пиара, потому что не хочу разводить глупые срачи. У этих людей все равно нет денег для того, чтобы на что-то повлиять. Как сейчас ситуация со свободой слова? Я знаю, что вы кацабу, которого вы в дело вы ввели, его отпустили. А сейчас вы идете Васильца и Тимонина. Васильец и Тимонин сидят уже больше года. Ни за что, ни про что. И думают, что просидят еще довольно долго. Потому что их дело никому даром не надо. Они их все забыли. Их никто не пиарит. Они не вызнаны узниками совести. Дело затягивается. Дело в каком-то Бердичеве, до которого на Кривой Казе не доедешь. И никому особо не интересно. По Брюсселям о нем не рассказывают. И никому они не нужны. И таких сидит довольно много. Но вы же выступали в Европарламенте? Ну ничто. Это европарламентарии должны дальше что-то двигаться. Запросы какие-то писать. Пока что им это не интересно. Не пишут, да? Пока нет. Ну я сделала все, что могла, но пока это никому не интересно. Да мы этой Европе нафиг не нужны. Те, кто знает ситуацию, они без моего выступления все прекрасно знали. Те, кто ситуацию не знает, оно ему не надо. Им на эту Украину плевать так же, как на, я не знаю, какой-нибудь Бурунге. О котором они даже не знают, где она находится. Со свободой слова известно как. Это я могу себе позволить ляпать все, что мне в голову придет. Но я слишком бедна, чтобы на что-то повлиять. Поэтому меня проще игнорить. Добавок я уголовный адвокат с более чем 20-летним стажем. И найти мне киллера не так уж и просто. Дело в том, что я защищаю соответствующую публику, в том числе и положенцев. А киллеры должны все-таки во избежание конфликта интересов докладывать о полученном заказе. А, вот так вот. В этих кругах далеко не все так просто. То есть вы как это сказать? Обладаю некоторым иммунитетом, я бы сказала. Да, да, я понял. Скажем так, чтобы перебить этот иммунитет, нужна такая сумма денег, которую на меня тратить желающих нет. Жадная, да? Ваши враги слишком жадные, да? Да, слишком жадны. Украина достаточно успешно проходит отопительный сезон. Катастрофы не по правилам не случаются. Да, конечно. Это в Киеве нету катастрофы. А по провинции люди просто умирают. Тихо умирают в своих домах от холода. И таких случаев даже в прессу попадает более чем достаточно. Люди просто умирают от холода и голода. Просто это не фиксирует, как смерти от холода и голода. А у вас есть достоверные данные? Да постоянно откройте любую криминальную хронику. Постоянно. Кто-то умер от холода и голода. Это массовое явление по провинции. Просто об этом никто не пишет, это не вносят в статистику. Действительно, чтобы страна была парламентско-президентской, а не президентской, то высшие представители высшего законодательного органа должны понимать, что за их профессиональную деятельность им ничего не будет грозить. И тогда Украина будет действительно демократической страной. А пока на кого-то давят бизнесом, на кого-то уголовят. Знаете, очень сложно прогнозировать действия нашей власти, но слово Гройсмана похоже на слова космонавта, знаете, оторванного от жизни. На сегодняшний день уже катастрофическая ситуация. И не только в энергетике, но и, как следствие, в промышленности, в экономике, поскольку это аналоги. Уже остановлен Краматорский ферросплавный завод. Для Авдеевского Коксахима угля хватит еще на 9 дней. После его остановки, соответственно, будет вопрос, вернее, даже не вопрос, а факт. Будет остановка металлургических комбинатов в Мариуполе. Это десятки тысяч рабочих мест. Это энергоснабжение городов. Кроме того, очень многие ТЭСы имеют при себе города-спутники, которые снабжаются теплом за счет того, что вода, которая идет на охлаждение энергоблоков, она используется как отопление. Альтернативы нет. То есть мы можем получить десятки Алчевсков в тот же момент, как только энергоблоки абсолютно остановятся. По различной аналитике, угля хватит от 10 до 40 дней. В зависимости от этих нагрузок. Но скажите, каким образом они их будут регулировать? Единственный способ – это вводить отключение промышленных предприятий в дневное время и заставлять людей работать в ночные смены. Удастся им это сделать? Но, скорее всего, отключать будут просто на подстанциях принудительно, в первую очередь, промышленность. Это падение, сокращение рабочих мест, мы понимаем. Это снижение отчислений в бюджетах всех уровней. То есть катастрофа наступила уже сегодня. И вместо того, чтобы действительно решать проблему с теми, кто блокирует железнодорожные пути, власть рассказывает, что заложником 50 человек станут десятки миллионов украинцев. Причем преимущественно жители Юго-Востока и центральной части Украины. Можно, уважаемый коллега, но в первую очередь, невыгодна блокада и остановка предприятий представителями финансово-промышленных групп. Ведь остановка, как Сахима, остановка ферросплавных и металлургических предприятий – это вещь безвозвратная. Знаете, что такое козел? То есть это когда просто печи потом восстановить невозможно. То есть это гибель. Это гибель для промышленности, тяжелой промышленности. Которая составляет основу нашего ВВП. Теперь второе. Вы говорите о том, что кто-то бездействовал. Вы знаете, нам постоянно вбивали очень долгое время в голову, я имею в виду гражданам Украины, о том, что Донбасс дотационный, о том, что его надо обнести колючей проволокой, и что Украина без него прекрасно будет жить. Вы говорите о диверсификации потоков поставки угля. Для информации, мы потребляем порядка 26 миллионов тонн. 17 из них – это газовая группа, 9 миллионов тонн мы потребляем антрациты. Ну, так устроены наши тесты, наши генерации. Так вот, мощность перевалки через порты – это 400-450 тысяч тонн в месяц. Умножаем на 12, получаем 5 миллионов. Это нормально было? Они же не всегда работали только на антраците. Нет, давайте, я немножко в этом больше понимаю. Я депутат от 181 округа, был там главой администрации Змеевского района, и там находится Змеевская ТЭС, у которой 10 энергоблоков, которые работают на угле антрацитовой группы. Сейчас там происходит реконструкция, один блок меняют на угле газовой группы, которые добываются в подконтрольной территории. Но, во-первых, это миллиардные вложения, раз. Во-вторых, газовая группа углей, она экологически вреднее, чем антрациты. Весь мир полностью отказался от использования газовых углей.